Прервался наш прямой эфир. Так вот, причиной этого рака, как она сама для себя установила вызов, являлась гигантская обида, которая в ней была с детских лет, потому что она пережила чудовищное совершенно испытание. Это было насилие, потому что ее мама вышла замуж вторично, у нее был отчим, который ее насиловал. Это было сексуальное насилие в детском возрасте. И она была абсолютно беззащитна в этом. Как я понимаю, мама не особенно подключалась к этой ситуации, не особенно интересовалась, и может быть вообще считала это какой-то ерундой и ее детскими домыслами. И, соответственно, она довольно рано покинула свой отчий дом. Она жила довольно тяжелую жизнь, у нее не складывались отношения с мужчинами. И, в общем, в какой-то момент она таки заболела раком. Это был какой-то гинекологический рак. В какой-то секунду своей жизни она поняла, что это обида. Это чудовищная обида, которая живет в ней. Что это непрощение того, что произошло, преобразовалось уже буквально в физическое заболевание. И она начала над собой работать. И это был уникальный случай, констатированный американской медициной, что была засвидетельствована уже довольно серьезная ступень развития этого ракового заболевания, которое постепенно уменьшалось, уменьшалось, уменьшалось и исчезло совсем. И это было связано с ее практиками, которые... По-моему, это она ввела слово «аффирмация», которое сейчас столь популярно в психологии. И, в общем, так она, так сказать, разговаривала сама с собой, со своим телом и разбиралась с теми застрявшими обидами, которые, как мы понимаем, были в ней весьма... И весьма имели право на существование. И это не только обиды, это, скорее, травмы уже даже были такие серьезнейшие. В общем, короче говоря, но факт налицо. Она сумела разобраться с этими своими обидами, сумела простить всех своих обидчиков, включая этого отчима, что, я думаю, было как-то чудовищно сложной работой. Но она, благодаря вот этому событию, которое с ней произошло, она, в общем, очень сильно в дальнейшем увлекалась и психологией, и создала некоторую свою систему, вот про аффирмации, про которые я говорила, и сопоставила, главным образом, таблицу взаимосвязи некоторых болезней с теми проблемами, которые мы испытываем с самими собой, с внешним миром. Ну, я не знаю, например, есть такая параллель, что если у нас есть какая-то проблема с заболеванием зубов, например, то, значит, вот Луэзэхэй сопоставляет это с проблемой неумения принимать решения. Или там, не знаю, наши ноги и проблемы с нашими ногами. У нее там гораздо подробнее это разложено, там буквально, не знаю, там колени, голеностоп и так далее, и так далее. Я в целом говорю, что наши ноги – это там в связи с того, что если с ними есть какие-то проблемы, в связи с того, что мы испытываем страх перед будущим, что мы не знаем, куда нам идти дальше. Ну, и есть огромное количество, так сказать, наших заболеваний, такой психосоматики, которые связаны именно с тем, что мы не можем простить сами себя или не можем простить кого-то. И вот в этом надо уже самостоятельно копаться, разбираться и так далее. Я в это очень верю, должны сказать, эту таблицу держу у себя под рукой. И частенько, когда я запутываюсь в каких-то вопросах, заболеваю, например, что-то у меня болит, не знаю, там коленка или там плечо у меня болит, или что-то, то я вспоминаю об этой таблице Луиза Хей и так вот собираюсь с ней и думаю, что она по этому поводу говорила и думала, и пытаюсь разобраться, может ли это иметь отношение ко мне, может ли это быть какой-то неразобранной проблемой и иметь ли это отношение к каким-то моим обидам, к каким-то моим страхам. Вот страх еще тоже, кстати говоря, такая серьезная причина наших заболеваний, но на самом деле обиды и страх, они очень взаимосвязаны. И по этой причине вот и в комплексе, так сказать, являются, может быть, и причиной наших болезней. Ну, я вот сейчас немножечко пойду по тому плану, который я хотела с самого начала поговорить с вами, на ту тему, которую вот сегодня завела. Во-первых, прежде всего, хотела сказать, что я не психолог. Вот это очень важная история, потому что там своими кофе-сториями или своими какими-то высказываниями, ответами на вопросы, я иногда вызываю такое доверие, что ко мне начинают обращаться в директе с какими-то там личными вопросами. И проблема не только в том, что у меня нет на, ну, серьезно нет времени на то, чтобы разобраться в каких-то личных историях, но еще я не очень чувствую за собой это право, потому что одно дело в приватной беседе со своими друзьями дать какой-то совет, другое дело, когда, в общем, не очень близко у меня человеку, не зная его реальной ситуации и так далее, ну, так сказать, давать какие-то рекомендации. Я, правда, не психолог, хотя я очень увлекаюсь психологией, это действительно очень интересующая меня область жизни, и очень много читаю всяких книжек на эту тему, ну, потому что испытываю к этому сама очень большой интерес, как и большой интерес вообще к жизнью людей и к биографиям, которые у них складываются и так далее. Вот, но это важно понимать, что я не психолог. Еще после того, как я дала однажды интервью Яне Павлидисы, и там сказала о том, что я очень долгое время посещала психолога, ко мне начали обращаться также с просьбой дать контакты моего психолога. Я не дам контакты моего психолога, во-первых, потому что это не очень корректно. Это, ну, как сказать, это такая тонкая вещь, работа с психологом, и поэтому никогда психолог сам не имеет права заявить, что он работал с кем-то конкретным, каким-то человеком. Поэтому и обратная связь такого рода, она не очень корректна. А во-вторых, потому что психология, на мой взгляд, и поиск психолога, она тоже очень индивидуальная штука. И я далеко не сразу пришла к встрече со своей прекрасной Маргаретой, с которой я работала на протяжении нескольких лет. И до этого у меня были какие-то попытки, я к кому-то ходила еще, и у меня не очень это получалось, как-то не очень складывался контакт. Поэтому на самом деле это правда такая история, когда надо пойти, попробовать, поговорить, почувствовать человека. Тут личный контакт, какая-то вот такая взаимная эмпатия, она тоже имеет значение для работы, поэтому и в этом смысле мои рекомендации не будут полезны. А психологов сейчас стало довольно много, что замечательно. И если вы испытываете потребность в помощи, какой-то внешний, сами не можете справиться, в чем это совершенно не стыдно, и в этом нет никакой проблемы в признании этого перед самим собой или перед окружающими. Так вот, психологов стало довольно много, их легко можно искать в центре психологические, в интернете и так далее. Единственное, на что бы я посоветовала ориентироваться, это на то, чтобы у психолога обязательно были дипломы о психологическом образовании, желательно, чтобы это не были скорые курсы, которые были очень модные в 90-х. Но всегда в МГУ, например, существовала кафедра психологии, и, собственно, психологов учились. Поэтому думаю, что вот это заведение будет гораздо более, ну, так сказать, правильным для выбора человека, с которым сотрудничать. А дальше, ну вот, сориентироваться на это, на то, что у него есть диплом, и сориентироваться на то, что у него есть опыт работы, это тоже немаловажно, потому что непосредственное умение, так сказать, нарабатывание навыков в практике, это тоже очень и очень важная вещь для вашей работы. Вот теперь поговорим о прощении непосредственно. Как бы один из важных вопросов, который был после того, что мы в кофе-истории, это то, что, а вот как, дескать, вот это неправда, что прощение что-то решает, потому что отношения возобновиться не могут и так далее, и так далее. Вы знаете, это действительно так. Прощение вообще отнюдь не предполагает примирение. Это две разные вещи. То есть оно не то, чтобы отнюдь не предполагает, оно не всегда предполагает примирение. Иногда бывают счастливые исходы, так сказать, случившихся ошибок, когда люди друг с другом могут поговорить, пообщаться и таким образом примириться. А бывает, когда инцидент происходит такой, что невозможно примириться, однако это не исключает прощение. Но вот эту разницу нужно для себя уяснить, для того, чтобы не говорить, что прощение – это ах, это какая-то ерунда, и значит оно никому не нужно, если оно не возобновляет отношения. Это два разных процесса. Еще важная штука, что то, что противопоставляют прощению, говорят, ага, а память-то мы куда денем свою? Мы же все равно помним про то, что нас обидели. Значит, мы врем, что мы простили. Нет. Потому что прощение и забывчивость – это тоже не одно и то же. А прощение – это изменение своего отношения к тому, что произошло. Мы действительно не можем стереть ластиком то, что произошло, и то, что нас обидело, например, очень сильно. И вообще мы события своей жизни не можем стереть ластиком. А простить, тем не менее, мы можем. Потому что мы можем изменить свое отношение к человеку, который нас обидел, к событию, которое нас обидело, и к собственной реакции на человека или на событие, которое нас обидело. А как только мы это изменим в правильном ключе, мы простим. То есть отпустим эту ситуацию, не станем ее держать около себя. И это чрезвычайно важно. Вот для того, чтобы и не болеть, как я уже рассказала про вывозу Хэй, замечательную, и, может быть, вернусь к ней еще раз, если вы будете о ней спрашивать, но вот главным образом, почему хотела заострить ваше внимание, что забывчивость и прощение не одно и то же, и применение и прощение не одно и то же, и не противоречит друг другу. Но что-то происходит, я почему-то не вижу ваших вопросов онлайн, поэтому я... Так, что ж такое-то? Ага, вот сейчас вижу, вижу, о ком вы говорите. Я сейчас говорила про Луизу Хэй. Так. Привет, Юля. Сохраните этот эфир. Сохраню. Обязательно себя я сохраню. Хотя вот уже один раз он не прервался. О ком речи? О таком речи. Те, кто присоединился не с самого начала, как бы, когда я говорила про женщину, которая сопоставляет таблицу, это таблица болезни Луизы Хэй. Вы погуглите эту женщину, вот правда не пожалеете. Она и таблица вам поможет, и книжки у нее есть замечательные. Я думаю, что они серьезно вам помогут. Так, сейчас я, тем не менее, проверю, слушайте вопросы, потому что что-то я не понимаю, что происходит, почему-то я их не вижу. Так. Иди по-своему, Боже мой. Давайте. Как вы считаете, письма прощения помогают или нет? Или чего нельзя простить, тоже заметил этот вопрос. Давайте отвечу вот этот. Как вы считаете, письма прощения помогают или нет? Я думаю, что да. Потому что я их не писала, но думаю, что помогают. Помогают, потому что они помогают нам осознать, на что мы обиделись. А это очень важный аспект в процессе прощения. Потому что ведь, когда мы обижаемся, с нами происходит некоторая такая эмоциональная просто вспышка, встряска. Мы даже не очень способны различить, что именно с нами произошло, что именно за дело. Это во-первых. А во-вторых. Во-первых, и в главных. Вот для письма прощения. Письма прощения, я думаю, что она помогает нам разобраться самим с собою, прежде всего, на что мы обиделись. Разобрать это по полочкам. И осознав то, что нас обидело, мы можем переосмыслить свое отношение к этому. И написав человеку даже то письмо, которое мы можем не отправить, это ведь письма прощения очень часто рекомендуется писать не для того, чтобы отправить адресату, а для того, чтобы просто выплеснуть ту эмоцию, которая есть в нас. Так вот, разобравшись с собственными, вот по полочкам, ощущениями, обратившись к человеку и таким образом связавшись с ним, вот энергетически хотя бы просто представив себе, как мы с ним разговариваем, мы, в общем, проходим некоторый процесс осознания всей ситуации в целом. И я думаю, что в очень многих случаях как такая первоначальная практика, они очень могут помогать. Я поэтому говорю, что я, например, не пишу письма прощения, потому что, ну, как сказать, я как-то этот процесс произвожу наедине сама с собой в своих мыслях, и мне для этого не нужно писать, но думаю, что структура этого, она такая же. Я осознаю, что меня обидело, я осознаю, почему я на это обиделась, я осознаю, почему это сделал человек, я пытаюсь понять, были ли у него причины к тому, я пытаюсь понять, насколько эти причины связаны были со мной, или они были связаны с его личным, так сказать, каким-то внутренним миром, и, соответственно, вот это осознание ситуации мне помогает ее от себя в большинстве случаев отпустить. В большинстве случаев, я бы сказала, почти в 100% случаев отпустить, но вот в большинстве я сказала, потому что это иногда процесс не мгновенный. Вот это же тоже, кстати говоря, одна из таких странных установок, которые есть у нас по поводу прощения. А вот как простить? Как будто бы это должно быть вот так. Но это не всегда так. Если тебе наступили на ногу, то так. Иногда нас задевают больнее. Но если ты хочешь не носить эту обиду с собой, а мне кажется, что это ужасно важно, не носить эту обиду с собой, то, собственно говоря, рано или поздно ты можешь с нею расстаться. Вот. Сейчас вот отключаю этот вопрос и отвечу на вопрос, который был, что, по-моему, нельзя простить. Должна сказать, что, по-моему, нет таких аспектов, которые нельзя простить. Другой вопрос, что, насколько к этому способна наша, собственно, душа, насколько к этому есть наша готовность. Приведенная мною выше Луиза Хэй, про которую я говорила, чьи книжки я вам так советую настоятельно почитать и посмотреть на эту ее таблицу болезни Луиза Хэй, она сумела искренно простить своего отчима, который ее насиловал в детстве. Могу ли я сказать, что я, так сказать, ну, вот что сила моего прощения такова же, и что я могу себе представить, чтобы я ее простила? Вот такое. И я, честно говоря, не знаю. Мне даже кажется, что ответ, наверное, нет, не смогла бы. Но при этом, читая ее книжки и рассуждения, я понимаю, что, ну, вот это же уникальная женщина, ведь она же смогла, поняв, что она хочет быть здоровой, поняв, что причина и проблема ее болезни в том, что она не может простить это чудовищной несправедливости, она же справилась как-то с этим, она сумела это сделать. Значит, примеры такие и есть. Значит, человеку это подвластно. Скажу вам больше. Есть удивительный, совершенно был спектакль, потрясающий, в театре практика, который играл Дима Бруснекин, уже ушедший из этой жизни, и Казимир, господи, забыл сейчас его фамилию, который тоже, к сожалению, уже ушел из этой жизни. Вот такая трагическая история у этого спектакля, он был на двоих. Это был спектакль по реальной истории американского фермера, который жив до сих пор, и о которой Казимиру слышал по радио, потрясся, потом списался с этим человеком, и они написали с Димой такую вот пьесу по поводу этой документальной истории, у которого парень-наркоман убил дочь. Единственное. Убил, потому что ему нужна была доза, и потому что... и ограбил ее, и потом даже изнасиловал. Ну, то есть это была какая-то чудовищная история. Он сел в тюрьму пожизненно, и через некоторое время он захотел попросить прощения у отца и написал ему письмо. И тот ему ответил. И между ними завязалась переписка. И уникальность этой переписки заключается в том, что, конечно же, этот человек, этот отец, начинал с ненависти из того, что он говорил, он вообще горел в аду, и будь проклят, и так далее. Сегодня, спустя, по-моему, лет в осень, эта переписка продолжается. И этот отец его абсолютно простил. И принял его раскаяние. И понял, что... Ну, вот, понял как бы ужасы отчаяния этого парня, который, сидя в тюрьме, пожизненно, и никто его не выпустит и не оправдает, но который искренне осознал всю свою жизнь до этого, все свое заблуждение, все, насколько он находился в руках зла, и как он сам себя простить не может за смерть этой девочки. Поэтому вопрос, есть ли что-то, чего нельзя простить? Ответ, нет. Но это зависит от нас. это зависит от того, до какой степени наша душа способна к пониманию ситуации, к переосмыслению, ну, к каким высотам она готова. Я отнюдь не святая, и вот те примеры, которые я вам привела, я точно, ну, как бы сказать, вот на данном этапе своей жизни вряд ли смогла бы вот так вот впрыгнуть и простить. Но для меня эти примеры говорят о том, что это возможно, что значит это, ну, это человеку подвластно. Так, посмотрим еще, какие есть вопросы. разошлись с молодым человеком, как не зацикливаться на этой проблеме, видимые вообще на этой ситуации. Слушайте, ну, если человек молодой, судя по всему, и вы тоже молоды. я не знаю, поможет ли вам мой совет для того, чтобы простить молодого человека, с которым вы расстались, возможно, в этом причине, поскольку тема нашего разговора прощения, но, возможно, вас обижает то, что вы расстались и то, что он вас не оценил. Во-первых, я абсолютно уверена, что все, что происходит в нашей жизни, оно, если мы правильной дорогой идем и, так сказать, слушаем самих себя и так далее, то оно, в общем, в конечном итоге происходит к лучшему. О, Боже мой, со сколькими же молодыми людьми я рассталась до того, как встретилась со своим мужем. И как же я потом посмотрела назад и сказала самой себе, а если бы я вышла замуж вот за того или за того, какой же это был бы неправильный поступок и какой же другой была моя жизнь. А поскольку живу я теперь достаточно много лет, то я еще могу увидеть, как складывается отношение этого человека, за которого я когда-то собиралась замуж, с его женой или каким он становится, как складывается его жизнь и так далее. И думаю, о, нет, Боже, Боже, это все могло бы быть моей реальностью. Так вот, ну, есть прекрасная веселая песенка, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Но она правда имеет этот оптимистический, так сказать, вариант ответа, потому что, ну, потому что правда, люди сходятся и расходятся, пока они молоды, они примериваются, вообще, в принципе, ну, они познают себя, они примериваются к партнерам, которые им на пути встречаются, они выясняют, что, ну, вот тут что-то не так, здесь что-то не то. И то, что они встречаются и расходятся, это нормально. Проблема в том, что когда нас оставляют, ну, нас женщины или нас мужчины, мы очень часто как бы на себя навешиваем проблему, мы говорим, это я такая плохая, это я такая некрасивая, толстая, или я такая неумная, или я такая, там, не знаю, что, ну, вот какая-то не такая, и поэтому меня оставили. Вот этот чудовищ, на рассуждение, а вот там, мне кажется, оно и заставляет зацикливаться на этой проблеме и не прощать людей, которые с нами расстались или которые сделали нам больно расставать. Потому что на самом деле мы любим не за что-то и расстаемся, по сути, не за что-то. Потому что, ну, человек так сложно устроен, каждый, чтобы говорить о том, что это вот просто вот два пазла, которые, в смысле, вот так вот только вот одним единственным соединением соединились, а потом вот это соединение, вот оно не понравилось, вот как-то, не знаю, там, она оказалась вспыльчива, и за ее вспыльчивостью мы расстались. так это неправда. То есть, как бы мы расстаемся по какому-то комплексу причин, иногда мы расстаемся из-за собственных загонов, как бы вот вообще это к человеку не имеет отношения, там и так далее. Короче, не зацикливаться, ну, чтобы быть коротким, короче, сказала я, и короче у меня не получилось. Так вот, чтобы не зацикливаться на этом, нельзя навешивать проблему на себя. Не с вами проблема. Проблема в том, что эти отношения не сложились. Так бывает. И мало того, скорее всего, когда у вас сложатся отношения с вашим избранником, вы подумаете, господи, как я вообще могла думать о том, с которым мы сейчас расстались. Вот, смотрите, какой вопрос, не могу простить, брат и старший, с детства чувствовала его нелюбовь. Ну вот, сейчас мы подойдем к вопросу, хороший вопрос, кстати говоря, да, потому что между родственниками наибольшие обиды там и так далее. Смотрите, вы обижаетесь на то, что брат вас не любит. Во-первых, во-первых, такая вот есть проблема, что у нас есть во всех установка, что родственники друг друга должны обязательно любить. Ну, как бы обязательно. но это на самом деле не совсем так. Иногда бывает, что вот люди не способны дать любовь. Иногда бывает даже, что мама с папой не способны дать любовь своим детям. и это прям беда человека, который не может дать любовь. Вот это надо понять. Вот тоже Луиза Хей есть потрясающее соображение, которое когда-то меня потрясло. прям она сказала так, мы все жертвы жертв, подразумевая именно вот эту вот кочующую обиду. и она же сказала, что человек может поделиться только тем, что у него есть. Если у него не было опыта любви или был очень маленький опыт любви, то он может поделиться только очень маленькой любовью или даже при всем желании не может дать никакой любви. Вот это очень важное соображение и про родственников, и не про родственников. И это всегда надо помнить, и всегда смотреть на человека, и немножко знать его историю, немножко знать его, ну чуть-чуть хотя бы ориентироваться. Чего там у него было, может быть, в детстве, что там у него было это я сейчас не про брата говорю, про брата, вы, наверное, знаете, что у него было в детстве. Ну вот, что у него было в обстоятельствах жизни, быть может, он не способен на какие-то чувства, на эмпатию, на понимание, быть может, он даже делает больно, потому что у него нет другого ресурса, потому что это все, что он имеет. И он жертва. Жертва. То есть своих родителей или своих поколений предыдущих, которые тоже не умели любить, не знали, как этим делиться, не знали, как друг к другу быть открытыми, искренними, оказывать самопомощь какую-то чувственную, которая крайне для нас всех важна. Но еще в отношениях братьев и сестер, конечно же, существует такая проблема, как ревность. И ее как-то так тоже замалчивают часто, или если говорят, то как-то очень узко, а это естественная абсолютно проблема. И если вы младшая сестра, например, то вам перепало больше родительской любви, а ему ее сразу резко сократилось. И внутри себя он подумал, ё-моё, но ей достаточно. То есть причем это даже не подумал, это же несознательно происходит. И он может даже не подозревать, что вам на самом деле была нужна его любовь и внимание. Может быть он не мог добиться любви и внимания от родителей, оторвать их от вас и загробастать хоть чуть-чуть тебе и за это мстит вам, не любя вас. Если вы будете это понимать, вам будет менее больно, что он вам так демонстративно не дает любовь. Если вы это будете понимать все глубже и глубже, то вы найдете может быть даже пути к его сердцу и может быть путь к тому, чтобы поговорить о том, почему ты так ко мне относишься или что мне болезненно, что-то как мне относишься, потому что я уверяю вас, он может об этом даже не знать. Ну и так далее. Но вот при том, при всем, что я сказала, что любовь между родственниками совсем оказывается не обязательно условие, потому что все равно все мы люди. Вот, несмотря на это именно родственников и именно самый ближний круг наших людей мы уж точно должны как-то осознать, понять, принять, простить потому что это имеет значение для наших детей и для наших внуков и для всего рода в целом, если угодно, потому что энергетика не любви, энергетика обиды она очень и очень устойчивая и может передаваться из поколения в поколение и если вы можете прервать эту энергетику на себе, и суметь переосознать и поделиться потом со своими детьми опытом того, как это делается и чтобы вот никакие такие кровные обиды не застревали в вашем роду, это будет прекрасно. Так, я, знаете, что хочу сказать еще вот, что все-таки последовательно буду в кое-что внедрять и то, что я хотела, подчеркнула из тех вопросов, которые поступали мне, когда я опубликовала кофе-сторис, вот пишут, например, мне, что, а вот если я прошу о прощении, а меня не прощают, что делать? Или не пишу, а прошу прощения? Акт просьбы о прощении, как ни странно, не автоматически предполагает прощение от того человека, у которого вы просите прощения. Вот это тоже надо понять. Во-первых, потому что прощение для того человека может оказаться не мгновенной акцией. Это все равно, как, смотрите, когда мы обижаем людей, мы поселяем в них некое зерно, которое может разрастаться до обиды, а иногда разрастается даже и до болезни, то, с чего мы начали. Когда мы просим о прощении, мы, собственно говоря, мы пытаемся починить ситуацию, в которой мы нарушили гармонию. Это само по себе, сама по себе просьба о прощении, она многое решает, как бы сказать, ну вот в целом в гармонии и для вас лично. Но решение о том, простить или не простить, принимает тот человек, к которому вы обратились. Во-первых, может быть, эта просьба прорастет в нем позже. Во-вторых, он имеет право сказать, я не хочу прощать. Ну что ж, это его решение. Он имеет право простить, но не примириться и не захотеть возобновлять отношения. Это его право, потому что вы его когда-то обидели. Он может простить, опять же, не примириться, не возобновить отношения, но тем не менее, главное, отпустить от себя эту ситуацию. По сути дела, знаете, просьба о прощении, это вот как говорят, сделал доброе дело, все равно как опусти его там в воду, да, не требуй ответа от него, не требуй благодарности за свое доброе дело, не жди, это неправильный подход. Так и здесь, вы попросили о прощении, вы сделали все для того, чтобы только искренне, конечно, если мы имеем в виду искреннее ваше раскаяние, вы сделали все для того, чтобы починить то, что вы нарушили. Но есть масса людей, которые держатся за свою обиду, которые ей манипулируют, которые считают, что пока они не простили вас, они вами владеют, которым нравится быть обиженными, вы ничего не можете сделать с этим. поэтому, ну как сказать, ну в общем, я все сказала, ваше дело попросить прощения. Очень часто, ну, если ваш круг достаточно выверен, если это действительно близкие вам люди, то очень часто просьба прощения и вообще решает все вопросы. а иногда они не решают никаких вопросов, но вы, сделав этот жест, так сказать, передаете стафетную палочку другому участнику конфликта, проблемы, ошибки, которые случились и так далее. ну что ж, он ею волен распорядиться так, как он хочет. Еще одну штуку хотел вам сказать по поводу того, а зачем, собственно говоря, прощать? Вот почему надо прощать? Когда-то сама просто наткнулась на это, такое размышление, и очень, мне показалось парадоксальным. Ну, во-первых, есть парадоксальный взгляд и прекрасный по поводу того, что это просто выгодно, выгодно для нас. Прощать выгодно для нас. Мы не носим с собой мешок с обидами, делаем жизнь свою проще, не смотрим в прошлое, смотрим в будущее и так далее. Но есть еще одна замечательная мысль, что ведь когда мы обижаемся на человека, ведь наше сознательное желание какое, стать как можно дальше от него, ну, максимально сделать дистанцию с тем человеком, который нанес нам обиду. Однако, до той поры, пока мы не простили, этот человек максимально близок к нам, потому что в нашем сердце живет эта обида. И как раз тот, кого бы мы хотели устранить из своей жизни, он просто вот все время рядом с нами, рядом с нами, рядом с нами. Рядом с нами те мужчины, которые оскорбили, обидели, рядом с нами те мужчины, которые поступили с нами, не знаю, несправедливо, рядом с нами те подружки, которые нас предали. Мы стоим в окружении, в толпе тех людей, которые сделали нам больно. Зачем мы так с собой поступаем? Вот в чем парадокс. Просто, когда мы говорим, почему это так важно понимать, потому что, когда мы говорим, что «А, я забыла», очень часто это неправда. Процесс прощения – это процесс. Но вот его стоит пройти хотя бы для того, чтобы истребить из себя обеду, изменить свое отношение, пожалеть того человека или сказать «Иди с Богом, с миром, пусть у тебя все будет хорошо» тому, кто тебя обидел для того, чтобы не тащить это прошлое за собой в будущее, а главное еще за тем, чтобы не стоять в таком безостановочном окружении тех людей, которые вам так сделали больно. Лучше смотреть и быть рядом с теми, кто к вам благожелательен, кто к вам расположен, кто с вами на одной волне. Вижу бесконечную просьбу о сохранении эфира, я все вижу, я обязательно сохраню, никуда не денусь. Зачем мы находимся рядом с теми людьми, которые нас обижают? Ну, это наш выбор, я стараюсь не находиться рядом с теми людьми, которые, так сказать, неизменно меня обижают. Я, как сказать, пытаюсь выстроить свой близкий круг как-то, как-то с теми, кто меня не обижает. Но, но надо понимать, что, вот, кстати, коричок, основания для прощения. Если кто-нибудь из вас думает, что он абсолютно безгрешен, и у него крылья за спиной, что он сам никогда никого не обижал, то, скорее всего, речь идет о том, что вы никого не убежали, не обижали, со злым умыслом. То есть, вы никогда не думали осознанно, сейчас я приду, да как прям жахнул, как скажу, там, что-нибудь неприятное, него там, она или он почувствует. Вот так вы, наверное, не обижали. Но случайно, точно обижали, но стопроцентно обижали. Мир несовершенно устроен, и мы несовершенные люди. И, если бы мы были совершенными, и вообще неизменно прекрасными, и мир был бы совершенен, это была бы катастрофа, потому что он бы никуда не развивался, он бы замер на месте. Наше несовершенство, и есть те шестеренки, которые этот мир двигают, так-так-так-так-так, и они, как бы, мир катится дальше, как бы, и развивается, и происходит какая-то динамика, и мы сами растем, и меняемся, и оборачиваясь на себя. В 20 лет мы говорим, господи, как я могла так думать, или как я могла так поступить, так для этого понадобилось прожить, там, еще 30 лет, для того, чтобы не думать там, и мне как-то думала когда-то. Так вот, перестаньте думать, что вы идеальные. Это очень вам поможет прощать других людей. Очень вам поможет прощать других людей. Как только вы расстанетесь с идеей о том, что вы, вот я хороший человек, а вокруг меня плохие, вы такой же, как все. То, что вы не делаете осознанного зла, прекрасно, это делает вам честь. Но то, что вы неосознанно обижали, стопроцентно. И вот это, мне кажется, очень хорошее такое основание для того, чтобы, ну, чтобы прощать эти слабости, эту слабость нашего общего человеческого несовершенства другому человеку. И еще есть очень опасная почва, на которой не случается прощение. Это когда мы говорим, я бы так никогда не поступила. И это правда. Потому что вот то, как вы устроены, то, какая вы есть или какой вы есть, вы бы так точно не поступили. Но вы бы поступили по-другому, в другой ситуации. Но тоже обидно для кого-то. Зачем сравнивать именно, ну, вот конкретность вот этого поступка? Вы просто знаете про себя, ну, вот вы, в принципе, тоже несовершенны. И это очень полезная штука. Вообще, это, кстати, в целом полезное знание про себя, что ты несовершенен. И тогда вот. А еще вот тут, кстати, относительно того, вот я бы так никогда не поступила. И насчет неидеальности. Знаете, вот на чем я споткнулась однажды, правда, уже давно с этой мыслью я прочитала, может быть, я сама даже, может быть, возможно, сама подумала. Ну, вот про что мы все утверждаем уж точно, вот, с полной уверенностью мы говорим, я бы никогда не убила человека. Правда же? А теперь зададим вопрос. В каких обстоятельствах? А если бы нападали на вашего ребенка? А если бы это была война? А если бы достаточно двух примеров, хорошо, не будем распишлять дальше. если бы нападали на вашего ребенка? И если бы это была война? Два примера. Вы бы убили человека? Упс. И тут я сама себя ответила, возможно, что да. И поэтому, как бы говоря, категориями «я бы так никогда не поступила», обижаясь на кого-то, следует помнить и вносить маленькую корректировку «я бы так никогда не поступила в этих обстоятельствах, скорее всего». Ну, в общем, критическое отношение к самим себе и осознание собственного несовершенства очень помогает нам принять слабости других людей, и прощать. А прощение помогает нам самим быть более здоровыми. Так, посмотрю еще вопросы, потому что здесь они проскакивают мгновенно. И я не успеваю даже их зацепить, чтобы понять, что вы спрашиваете. Простите меня, пожалуйста, за это. Фух. 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 Сколько мне лет? Пятьдесят. Как любить постоянно, работать над этим? Можно ли простить предательство со стороны друзей? Конечно, можно. Но я уже сказала вам, что зависит дальше. Простить можно. Означать ли это примирение? Не знаю. По-разному бывает. Означает ли это, что вы забудете это предательство? Предательство? Вряд ли. У меня была история такая с моей подружкой, которая, как мне показалось, меня просто действительно предала. Слава Богу, это не было связано ни с какой, опять-таки, любовной историей, но она как-то по отношению ко мне повела себя ну очень, ну я бы сказала так, некорректно как-то, именно учитывая историю наших отношений длительных, учитывая там какое-то огромное количество помощи, в которое она обращалась ко мне, я ей всегда помогала и так далее. Ну и в общем, короче, я сейчас не буду входить во все эти подробности, но дальше мне показалось, что вот она ну прям, ну ужасно подожди ко мне поступила, просто ужасно. Я их жутко обиделась, мы с ней, в общем, даже почти прервали отношения, нас связывала работа, поэтому мы там как-то общались и, ну я как-то так увеличивала дистанцию, которая была между нами, потому что я как-то понимала, что я очень сильно обломилась, что называется. И это не было быстрой историей прощения, наверное, года два прошло, прежде чем, так сказать, ситуация обнулилась, потому что как-то вот мне понадобилось это время, так мне это было болезненно, так мне было нужно как-то вот медленно пройти эту дорогу, осознание того, почему она так поступила, обнаружение для себя ее какой-то очень серьезной такой слабости, комплексов, которых я раньше не замечала за ней и вдруг поняла, что ой, боже мой, так у нее там есть, оказывается, и в отношении меня некоторый комплекс, комплекс, который вообще мне в голову не приходил, просто в голову не приходил, а в частности я поняла, что она считает меня такой очень красивой, а себя не очень красивой и поэтому вот у нее какая-то есть такая болезненная реакция, вот заподозрить, что у нее есть такая болезненная реакция, что она себя таковы считает, честно говоря, я никогда не могла за все время нашей дружбы, а тогда мне это объяснило, почему она так себя повела и в общем, короче говоря, это была длинная история, потом я это простила, то, что считала в общем предательством нашей дружбы, наших отношений, я это простила, но это не вело нас к сближению, и я думала, что окей, как бы сказать, значит, ну вот, такова эта история, но я уже не держу никакой обиды, все поняла, во всем разобралась, но сближение снова не случилось, а вот спустя два года, вот как-то жизнь сама по себе опять нас притирала, 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 в один прекрасный день я поняла, что да, мы снова друзья, но к вопросу о памяти, она не вытирается ластиком, помню ли я о том, что такое было, помню, осторожно ли я с ней в каких-то темах, осторожно, ожидаю ли я, что она может меня условно снова предать, нет, потому что я переосмыслила произошедшее и поняла, что это не было предательством, это было следствием ее невероятной закомплексованности, того, что мне не было видно, и я просто понимаю, что с этой темой надо быть осторожным, я все время учитываю, что у нее есть такая проблема, теперь я об этом знаю, мы даже с ней и не обсуждали эту проблему, но я это учитываю, но я понимаю, что это было непредательством, вот как я смотрю на это. Так, шикарно умная, боже, как приятно, спасибо вам большое, я послежу сейчас за какими-нибудь актуальными вопросами, потому что волнуюсь, прощение, ой, есть люди, которые мы можем простить, а есть те, которых никогда были незначительных парадоксов, ну, нет, для меня не парадокс, мне кажется, что это вопрос проработки, посещала ли я какие-нибудь курсы или тренинги мне по своей профессии, никогда, я посещала психолога, как я рассказывала там в одном из своих интервью, потому что мне нужно было разобраться с самой собой, со своими проблемами. так, если обидели родного человека, ну, родного-то уж, надо прям быстрее, как можно быстрее просить прощения, мне кажется, ну, слушайте, вот во всяком случае, я для себя точно установила, что у меня с этим проблем нету, я если понимаю, что я обидела, а я довольно, ну, тонко настроена, наверное, что я понимаю, что я обидела, ой, я иду и говорю, виновата. Это, кстати говоря, тоже очень полезное умение, слушайте, у нас всегда так, как-то все со своей какой-то гордыней носятся, и как-то типа, ой, я вроде напортачил, но вроде как, и вы просите прощения, это вроде как, ну, как я буду выглядеть при этом? Слушайте, если вы обидели человека, как вы при этом будете выглядеть, это вообще не важно, вы обидели, ну, почините историю, почините ситуацию, а уж в семье, мне кажется, ну, как важно не затягивать, потому что я вот по молодости лет, мы с моим мужем ссорились, когда мы играли в молчанку, я такая обиженная, он такой обиженный, и так могло пройти, знаете, два-три дня, это, кстати, частая история, как бы, про молодых людей, некоторых и неделями, и месяцами, и очень часто, молодежная история такая, сейчас я на это оборачиваюсь, думаю, вот, дебилы мы были, потому что, думаю, неделю, это же вот надо, сил же хватало, молчать, неделю, а кому-то, значит, месяц, бесценное время жизни, когда можно вместе радоваться, когда вместе можно куда-то пойти, что-то обсудить, а всего-то, надо сделать шаг навстречу друг другу и сказать, ну, прости, ну, что-то я не поняла, я не сообразила, что случилось, что тебя обидел, давай разберемся, давай в этом разберемся, давай разберемся с этой проблемой и будем жить дальше счастливы, потому что это невероятно просто, ну, правда, а вот, кстати, сложнее гораздо разобраться, когда раз молчанка рассосалась, никто не попросил, два молчанка рассосалась, три, четыре, пять, десять, не сказано, не разобрано, и накапливается снежный ком проблем, в которых уже начинается выяснение отношений на уровне, так вот, какой-то человек, понимаете, ах, ты такой человек, я ошибалась в тебе, или ты во мне ошибался, а это все просто вот этот вот ком, который накопился, поэтому как только, так сразу, особенно с родными людьми, мне кажется, куда чувства деть, если тебя обидели, никуда не деть, надо принять свои чувства, что они у вас есть, что вас обидели, если водички наливал, извините, а, это, кстати говоря, тоже очень важная история, очень часто люди отмахиваются, говорят, так они все равно, врут, на самом деле обидно, вот неумение, понимаете, как у нас очень много проблем связано с тем, что мы самих себя не понимаем, свои чувства не понимаем, поэтому сначала нужно разобраться в себе, признать, во-первых, что было обидно, что были задеты какие-то ваши чувства, признать это, принять, что вы какие-то чувства тоже задеваете, возможно, это поможет вам уже простить, или разобраться, если есть возможность поговорить и насчет своих чувств тоже. вот это кстати говоря знаете что в семье тоже очень часто между мужем и женой бывает такое что женщина не говорит не обидно она говорит как ты мог как ты смел так поступить это елки-полки зачем обсуждать как он мог как он смел это не то что произошло опу опускается главная причина вам было обидно следует это как-то обнародовать события что вас это обижает возможно в следующий раз чек если он любящий человек постарается избежать такой ситуации потому что он будет знать что вас это обижает а когда вы разбираетесь как он мог он расскажет вам как он смог например прекрасный метод комплименты елки-полки насчет того что фантастическая женщина спасибо вам большое как я стала похожа на маму у меня так забавляет потому что мне под каждой фотографии теперь пишут на этой фотографии вы очень похожи на маму ой вот в этом кадре вы прямо очень похожи на маму сейчас вот в этом прямом эфире я очень похожим на маму ребята проблема в том что я в целом похоже на свою маму и с каждым годом мне становится похоже на нее все больше и больше счастлива ли я да мне кажется я счастлива мне кажется я счастлива потому что я думаю что счастье но как ощущение это мгновение а как процесс это гармония идеальная гармония она мгновенно вот так вот раз сошлись обстоятельства все вообще везде у всех все хорошо все что составляет круг твоих мыслей твоих забот твоих печалей твоих беспокойств и так далее друг у всех все хорошо у родителей хорошо у детей хорошо мужа хорошо погода прекрасная лето например или весна моя любимая море комаров нету ну вот все хорошо это счастье а в целом как бы сказать я себя называю счастливым человеком потому что мне кажется что я нахожусь в гармонии с самой собой мне кажется что я хорошо саму себя понимаю хорошо отслеживаю свои страхи свои беспокойства умею с ними работать умею их вытащить на на поверхность разобраться а чё я боюсь то стоило ли этого бояться или а что это за обиды до обиды ли это и так далее так далее и у меня нет проблемы с контактом как мне кажется с другими людьми мне просто общаться с другими людьми и и и это составляет мое счастье вот так скажу я как я за собой ухаживаю как если ухаживаю вопрос не перестанет актуально кстати про очки спрашивали здесь вот сейчас прямом эфире а ты под фотографией ты сегодня прям опять было миллион вопросов что за фирма скажу снова это очки фирмы силуэт так называется эта фирма силуэт как я за собой ухаживаю но я тоже в этом многократно рассказывал я не очень много внимания придаю своей внешности на самом деле вы будете смеяться но это правда в том смысле же меня не очень много времени есть это можно заметить потому как часто я нахожусь в разъездах поэтому но собственно говоря я стараюсь раз в месяц точно раз два раза в месяц было бы хорошо 3 было бы гениально прийти к косметологу с косметологом чем я занимаюсь я могу почистить кожу поскольку я часто использую грим и это дело сильно засоряющие поры там и так далее и и делаю скульптурный массаж все просьбы относительно того чтобы я дала прям непосредственно адреса и явки своего собственного косметолога который значит делает мне скульптурный массаж не скажу и не потому что она какая-то такое место прямо супер люксовая вообще нет а потому что у нее и так запись огромная у моим прекрасный косметологом свет и я хочу к ней иногда попадать поэтому не скажу я у кого я делаю скульптурный массаж или пластический массаж как его теперь называют это очень глубокая проработка мышц и такая прям болезненная процедура поначалу теперь уже не такая болезненная занимает она где-то час так очень мелкая проработка каждой мышцы как как такой фитнес тренинг для мышц лица вот это что я делаю косметолога ничего не колю истая правда как колола гиалуронку и коллаген последний раз пять лет тому назад поняла что в какой-то момент что колола тоже раз в год вообще в течение четырех лет 5 последний раз делала укол колол минимальная вообще доза все равно поняла что ты как-то а нет лицо от этого тяжелее мне не нравится как-то и в итоге перестал это делать и вот уже последние пять лет ничего не колю так что вот дальше что еще дома дома кремчики профит мою страсть к энце ладжи все вы знаете и правда пользуясь этой косметикой очень мне нравится у них крема и для крема крема по-русски значит который дневной ночной у них просто не идеально подходит для моей кожи еще есть фирма йонка которая есть такая увлажняющая очень такое средство когда мне прям чувствую что сохнет а у меня специфическая история потому что я еще раз повторить много пользуюсь кремом и когда вот прям подряд а еще самолеты и поезда они тоже могут иногда такой пересушить как-то то тогда это бывает у меня вот это увлажняющий крем йонка йонка он правда очень пах очень такой таким травами на настоянный и пахнет вроде травами ну такой силы этим этот запах что в общем так каждый день бы я не очень бы пользовалась ну я не пользовалась на большое количество любителей этого крема и этой фирмы которые несмотря на ее запах такой активный очень даже с большим удовольствием пользуются про парикмахера своего рассказывала недавно в сторис слава гордеев вот так что вот все мои уходы за собой и ледиком ледиком ржу что имеется ввиду не знаю ведь мы не ко мне как это диалог взялся курю ли я курю давайте дружно меня уже осуждать и писать не как вы можете юлечка на зачем же вы это делаете или боже фу как это некрасиво целоваться с женщиной которая курит это все равно что целоваться степеницей факт остается фактом курю пока не бросила брошу сообщу будет ли гастроли спектакль остров заблудший душ да будет по моему попозже с осенью начиная сейчас не только как-то раскручиваем этот спектакль сложно сходится графики у всех занятых артистов все очень востребованные поэтому пока с гастролями не фонтан но по моему уже чуть а может в августе даже 1 до 100 в общем короче следите за афишей да да что ж такое к шарфе мозг могу сказать про джо малон меня замучили чтобы я сказала любимый запах их там такое количество у джо малона зачем вам знать именно мой любимый запах кроме всего прочего поскольку их там так много этих запахов то я значит вот покупаю его потом для того что когда у меня заканчивается я фотографирую сама этот запах приношу покажу показываю продавщицы говорю мне вот этот пожалуйста но заодно правда говоря правду говоря еще и новенькие как-то нюху иногда бывает очень хороший эти сезонные такие вот запахи которые они делают в прошлом году они сделали запах свежескошенной травы боже как это было вкусно я обожаю этот запах у меня была маленькая бутылочка на 30 миллиметров просто обожала так у нас осталось до конца прямого эфира минута 20 и потом она нас летит поэтому я сейчас сама самостоятельно отключусь а для того чтобы он сохранился и снова подключусь к вам и мы продолжим разговаривать